доброе утро после прививочки ну нельзя прививочки сказать после укольчика после укольчика прошла ночь ну знаете даже на железо у поросят бывает реакция я уже рассказывал и рвота бывает и вот такой тремор и прям припадки такие как приступы но после укольчика все нормально все пацки веселые борька веселый вон все скачут прыгает но сказать что супер веселый борька нельзя но он сам по себе так он еще слабенький маленький но так у всех дюшек все нормально но так приходишь с утра и понимаешь что день сурка не заканчивается праздник не праздник выходной не выходной чтобы тебе не надо было сделать ты должен прийти управиться проконтролировать чтобы все животинка была здоровой ой как скачут зайцы чтобы у сувеней было ну у всех животных был корм вода чтобы было чисто и сухо вот так у нас температура воздуха как-то супер крутая сейчас прям идеальная для роста озимой пшеницы ну а зимовая ячменя рапса кто что сеет в зиму потому что и днем и ночью температура 13 градусов а круто же да и день и ночь а температура одна и та же ну вот так только пришел на хозяйство проверил что все хорошо сразу хочу ответить на один комментарий который под вчерашним роликом что меня свиноматки сожрут прозвучал чаще всего это комментарий по поводу того что нужно было не поросят ловить а выгнать свиноматок вы пожалуйста придите и попробуйте выгнать свиноматку с загонщика в котором у нее поросята ее только нужно выносить а вы видели как агрессивно как агрессивно ведут себя свиноматки у которых есть поросята поэтому выгнать свиноматку из-за гончика это не вариант мамки агрессивные злобные от детей никуда не уходят даже если они добрые к тебе то есть они с загона не выйдут то есть вчера когда я уже выловил всех это свинка доброй то есть она не кидается а это даже вот сейчас я ничего не делаю смотрите она и она и сейчас хочет меня сожрать понимаете то есть у нее ко мне доверия нету не знаю почему сидели в одном загонщике одна добрая 2 нет так что вот так не вариант выгнать свиноматку вот так вот этот вот это действие что я сделал это самое лучшее выловить всех поросят и по одному уже берешь здесь не надо не намечать мне не нравятся порисованные поросят и я тоже мог рисовать их из ее зеленкой йодом мне не нравится я всех выловил сделал уколчик посадил обратно он борюсик борюсик вот такой пузатый у него ножки нету но я имею до мышечной массы на у него мало а мне написали тоже по этому поводу и даже борюсику нужен укол ему больше всех этот укол нужен потому что он слабый у него в организме всего не хватает и еще не хватает ему рахита от железа дефицит ну то есть еще вот не хватает ему вот этой аниме железо дефицитной понимаете от которой потом развивается рахит поросенок вот такой пузо ой ой вы видите пузатый становится становится и худой костлявый вот вот таким слабым поросятам еще бы можно и витаминчика уколоть но у меня сейчас нету поэтому уколол ему только железо ну не скажу что он супер веселый но он пузатенький из-за того что у него нет мышечной массы на ноге потому что он худой у него такая образовалась там шишечка я за ним слежу ну как будет так будет вот так выпустил гусей сейчас мне нужно гусем дать поставить поставить корма потому что я гусей сейчас выкупываю мне нужно их забивать и чтобы перо было чистая потому что перо мы сдаем я уже вам об этом рассказывал гуси вот включил воду куда пошли а ну назад а ну назад соседские гуси ко мне ходят а мои ходят к соседям на огород нате вот корм она вернулись огород спахан это только удобряют сейчас все нормально она вернулись и вот я набираю им сюда воду а вода бежит вот туда вчера показывал и они там купаются уже прям все чистенькие после обеда начнем забой там еще от соседские сейчас штук сколько их там 7 и 4 утки придут сюда купаться за как все вместе за компанию и уже навозная куча полная нужно по выгребать и отвезти его туда в край огорода вот так курочка еще спрашивали молодые куры начали нестись ну я имею виду молодежь этого года цыплята нет еще не начались потому что выходим 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 вот корм он вода все эти тоже гуляют где хотят они маленькие позднее поэтому мне нужно чтобы они стали крепкие ну как бы гуляя по улице у них больше шансов найти какую-нибудь полезную штучку себе ну там червячка какого-нибудь и камушек и еще что-нибудь так что вот так вот вот здесь из-за дождя конечно во дворе сейчас грязно вот так выглядят молодые вот петушки вот цыплятки курочки некоторые уже выглядят как курочки но вижу что еще пока никто не несется вот так карликовый петух который от которого получились вот эти цыплята там во дворе и бегает ну вот так сейчас буду здесь как-то чисто после вечера а на том дворе конечно грязь сейчас буду сейчас будут чистить там да кыш и еще было небольшое недопонимание по поводу вот этих цыплят я сказал вот этих петушков мне нужно убрать и мне три человека написала в инстаграме что хотят купить тушку петушка но это смешно звучит потому что это карликовые курочки у них тушки по пол килограмма весом понимаете а вот этих петухов которые из посылки я не продаю нужно мне нужно понять как мне сформировать семьи вот чтобы хотя бы две семьи было одна будет там вот там же покажите как бы с теми цыплятами а второе нужно сделать сюда поэтому хочу хочу выбрать какого-нибудь петушка здесь получается вот один два три четыре и вот тот тоже непонятный который по с хохолком курочка то или петушок в общем наверное пять петухов из посылки все-таки и четыре петуха которые остались вот еще от моих цыплят у 5 даже 1 2 вот 1 2 3 он 4 вон 5 да а вот это мой старенький то есть как бы 9 петухов с которых нужно всего оставить три да да остальных всех убрать и еще сразу так ухи илюшечка хочу показать как свинуты едят смотрите все съела видите за ночь все скушала так а борисик спит вы видите что происходит все таки мне не нравится он все едят а он спит иди ешь иди ешь иди вы видите то есть ага уже все поели он там пропустил кормление нет убить и как и что тут ему поможешь сосок его никто не трогает то есть как бы он сам по себе слабый вот так рано моему кличку придумали даже не мои а вы не хочу это все конечно на вас скидывать извините за это но кличку мы придумали друзья а он а он спит вместо того чтоб есть ну а вот посмотрите а это вообще ничего не съела то есть как бы полная кормушка то есть это молодец сейчас поубираю кормушки насыплю новое а в этой нужно вычищать все и сыпать новое потому что она все закисает и это смотрите вылезала прям кормушку умничка вот вот это прям хорошо кормушка туда не закисать и это сделала так же все скушала да молодец сейчас почистим поубираем вот кушать хорошо значит и поросятки получают достаточно питательных веществ а вот если свинка не ест то это конечно максимально плохо потому что нечего тогда а это съела воды много налил не допила вот так молодец поэтому видите какие получается хорошие поросятки все все ребят вроде вроде ответил на все вопросы поступившие мне за ночь ну вот так может он просто не голодный он маленький молока в соске много он пузатенький но чем у него спинка не круглеет я не знаю он под ломку подлежал ой вот он пошел 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 не ли не туда залез там сейчас тебя это еще вы спрашиваете не придавят ли его поросята нет то сказать что супер тяжелые они тоже нельзя ну и это же не нужно ему бороться за сосок у него есть свой и он спокойненько да не с той стороны давай дальше 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 вот лезет лезет увидите не туда не туда да не толпись же ты не там где надо пепа можно к тебе опять залезли через верх я тебе не надоел пепа сожрала уже я и сегодня насыпал чтоб она не орала вот видите его сосок никто не трогает ну хотя бы еще три дня а потом уже можно будет успокоиться у нее их много аж тринадцать но единственное радует что у него никто не забирает то не твое видите какие сарделины все это за жирные сарделины как будто с разных выводков с недельной разницей в возрасте вот так все всем большое спасибо за просмотр и всем пока пока девчоночка